Это снова твоя любимая рубрика, в которой мы копаемся в спидранах Самых лайтовых, самых спокойных и умиротворяющих игр на планете Земля И с тобой снова Спектр А на сей раз у нас не менее спокойная и человая игра под названием Getting Over It Игра, благодаря которой ты в первый раз сломал свою клавиатуру Игра, благодаря которой ты полностью возненавидел держать мышку в руках Игра, ради которой твоя последняя нервная клетка пожертвовала собой и выпрыгнула из твоего организма И более того, эту игру проходит всего лишь за 59 секунд, не используя ни единого глича Но есть одна особенность Гайд по спидрану данной игры идет 25 минут, если вы... Стоп, что? Сколько идет? Ммм, хорошо, я постараюсь ужать это до менее кратчайшего срока И посмотреть, что из себя представляет спидран Getting Over It И благодаря этому видеоролику вы разберетесь, как спидранеры проходят так быстро эту игру С вами, как обычно, Спектр, герой сегодняшнего видеоролика, парень под ником BlastBolt Который единственный в мире смог пройти эту игру меньше, чем за одну минуту Кстати, на сайте спидран.ком так и указывается, что на протяжении около года этот рекорд до сих пор остается единственным в данном отрезке И единственным непобиваемым до сих пор Только не забудьте выпрыгнуть из горшка и быстренько молотком тыкнуть кнопку лайка Всем спасибо, друзья, за поддержку Также подписывайтесь, если вы тут впервые Видосы выходят каждый день и нас уже почти 850 тысяч Очень сильно хотелось бы добить эту цифру до конца месяца Ну а так, всем приятного просмотра и приятного аппетита Давайте начинать! Кто не знает Getting Over It? Но все-таки объясню Игра состоит из того, что нам просто нужно забраться наверх за парня в горшке А единственное, как мы можем двигаться, это с помощью молота Которым нужно отталкивать персонажа для того, чтобы взбираться как можно выше Для этого мы контролируем это дело с помощью мышки В принципе, достаточно сложная игра, но думаю, вы поняли ее правила И первое, что нам понадобится, это, конечно же, Лицуха Getting Over It Потому что поверх нее необходимо поставить модификацию Anho 2 Mod Pack Стоп-стоп-стоп, моды в спидране, кажется, попахивают читерством Но на самом деле нет Модпак представляет собой обыкновенное мод-меню, а также создан исключительно для практики Но более того, в этот пак также входит и секундомер, благодаря которому люди проверяют подлинность забега То есть лайфсплитам мы отныне не доверяем, а игровое время учитывается вплоть до того момента, когда персонаж не улетает в открытый космос Кстати, друзья, для того, чтобы обзавестись лицухой этой игры и попробовать себя в спидранинге, всегда можно воспользоваться помощью спонсора данного видеоролика Сайт GGSL позволяет решить любую проблему с покупкой новых игр или пополнением вашего Steam кошелька Как раз на пополнении баланса действует специальный промокод, который даст дополнительную скидку в 5% на пополнение у следующих продавцов Ведь на данном сайте цены гораздо ниже, чем в официальных магазинах Даже возможно прикупить игры, недоступные на территории РФ Игра приходит моментально на ваш аккаунт, и самое главное, что не нужны никакие пароли В этот же момент для любителей традиционной покупки всегда существует пополнение баланса Самое главное, что в период покупки средства замораживаются, а не переходят к клиенту полностью Плюсом, круглосуточная поддержка всегда поможет вам разобраться перед покупкой товара Или решить вопрос с активацией продукта Ведь помимо ключей Steam, сайт полон и других различного рода подписок, лицензионных программ А также сайтов, действие которых прекращено на территории РФ Также GGSL регулярно устраивает различные розыгрыши А также сайт имеет колесо бонусов, в котором можно выбить себе ключик к игре или приятную скидку Закупайся хорошими играми на сайте GGSL и пополняй свой аккаунт гораздо дешевле Ссылочка в описании Для того, чтобы начать спидранить детенковый рыд, необходимо понять единственное условие Эта игра невероятно сильно завязана на пикселях В теории, если посмотреть полный забег, который находится в описании к ролику, составляющий всего лишь одну минуту По большей части вы просто охренеете от того, насколько быстрый это мувмент и вообще не является ли это читерцем Поэтому первый момент это TAS стратегия На ютубе существует видеоролик, как с помощью TAS, то есть автоматического спидрана С помощью бота, которому заранее прописали все нужные координаты для молотка Игра проходится примерно за 36 секунд Страта Бластболта, который составил 25-минутный гайдс, отключается в том, что если вы хотите попробовать себя в спидране этой игры То необходимо отталкиваться именно от данного забега То есть игру необходимо разбить на сектора и заранее посмотреть на все пиксели, за которые нужно зацепиться молотком И каким образом необходимо отталкивать персонажа из горшка Вы на экране видите все способы движения мувмента в игрушке Getting Over It Я манал их все перечислять, ну в общем, вы уже поняли, да, насколько все трудно И поверьте, для каждой секции из этого 59-секундного спидрана необходимо подготовить особый прием И давайте на примере нескольких секторов мы посмотрим, насколько сложно проходить игру хотя бы в первом его сегменте По гайду Бластболта первый это обучающий И он проходится примерно за 12-13 секунд, что TAS делает за 10 Однако это причислялось к забегу, который он выполнил за 2 минуты То есть сейчас скорость этого прохождения еще и в 2 раза короче Для начала необходимо понять заучивание, но здесь достаточно просто И начнем мы с выбора позиций Спидран имеет отточенный пиксель в каждой секции игры К примеру, в секции существует 2 момента, которые будут полностью руинить вам забег Возьмем, к примеру, вот эту локацию Если зацепиться вот в этих двух точках, то вы уже никак не выберетесь Но помимо отталкивания в данном сегменте, который сейчас показан на экране Вам необходимо еще подобрать нужную скорость А она отмеряется достаточно своеобразно Если ты берешь мелкий разгон, то ты застреваешь Если ты слишком быстро разгоняешься, ты точно так же застреваешь Та же самая первая секция состоит из буквально 4 позиций За которые нужно идеально зацепиться для того, чтобы подкинуть персонажа в следующую секцию Но вы спросите, неужели все так сложно? Но на самом деле есть небольшие нюансы По гайду Бластболда он говорит, что существует на каждой секции примерно 1-2 объекта Которые могут дать примерно тот же эффект, который вы видите на основном забеге Если нужен конкретный пример, то пожалуйста Видите вот эту деревянную бочку? Естественно, она стоит вертикально Дело в том, что формально, если вы находитесь на пару сантиметров выше То есть если встанете на данную бочку Вам понадобится, естественно, понизить скорость или понизить амплитуду толчка Перед тем, как забраться выше до следующего пикселя, который вас подкинет выше Но, однако, стоя на этой бочке, данные параметры не имеют никакого значения В этом случае вам хватит высоты И сантиметровка бочки подходит точно так же Под ту самую поверхность, на которой ты находишься Если не зацепил ее от слова совсем Но это буквально единичные случаи И, как я говорил, буквально один такой пиксель может быть на одном лишь сегменте Так как мы рассматриваем категорию гличела Здесь существует небольшая страта Которую выдвинул спидранер под ником Range Его страта заключается в том, что в некоторых объектах Вам достаточно держать молот вертикально Для того, чтобы персонаж попросту не задевал стены и продолжал лететь дальше В особенности, если вы отталкиваетесь под ваш горшок и просто летите вверх Таким образом, если вы не зацепляете скалы Это не замедляет тебя при полете вверх И также ты сможешь мгновенно отталкиваться от нужной точки Поскольку твой молот уже находится в, так скажем, первичной позиции В особенности у угловых поверхностей Благодаря которым ты пролетаешь чуть выше Самый стандартный сектор вы сейчас видите на экране Когда молот располагается выше И примерно так страта этого спидранера выглядит на деле Существуют ли какие-то генеральные обходы, если это категория без гличей? Конечно Учитывая, что карта в Getting Covered достаточно объемная И достаточно-таки обширная Можно сократить путь, если попробовать воспользоваться стратами С подкидыванием персонажа наверх Правда, зацепиться за нужный пиксель достаточно сложно Вам нужна определенная скорость, а также определенная сила толчка Это можно проверить на локации стройка Которая идет третьим сектором в данном разборе Смотрите Вместо того, чтобы отправляться дальше и линейно проходить это задание Мы можем с вами отправиться в левую сторону И затем подтолкнуть персонажа вверх Для того, чтобы пропустить целый сегмент Правда, вот есть проблема Зацепиться нужно именно за пиксель данной Я не знаю, до данного объекта Давайте назовем это так Этот скип требует невероятных усилий И сделать его хотя бы несколько раз подряд достаточно проблематично Но тем не менее, если ты хочешь сократить большую часть данной локации Его придется выполнить Также в локации стройка есть очень интересный момент Когда мы лезем наверх по вертикальному зданию Необходимо опять же цепляться за пиксели данного здания Однако, на этом здании есть пара точек Которые мы можем попросту не достать Понимаете, в спидране Getting over it Все упирается буквально в миллисекунды Поэтому, если вам нужно зацепиться буквально за объект Который вы в теории можете не увидеть даже на своем экране Но персонаж может это сделать по технической части Это экономит очень мало по времени Но тем не менее, страта оправдает себя Если забег будет продолжен после этого и дальше Исключительная особенность гайда Бластболда заключается в следующем комментарии В спидране Getting over it не существует полноценного маршрута Ну то есть он может быть выстроен объективно Но страта у каждого раннера будет разная Ты можешь заметить, как они цепляются за разные объекты Но делают это лишь по одной и той же прямой Именно поэтому, если мы посмотрим различные версии прохождения той же стройки То действительно можем заметить то, что и скорость отталкивания И пиксель, за которой цепляются спидранеры Может быть своеобразной Это индивидуально отличает спидран Getting over it по турнирной таблице Но вот что не отличает точно, так это Jump Strat Jump Strat это специальная стратегия Благодаря которой проходится сегмент с лестницей Который находится в аккурат рядом со стройкой Это последовательные прыжки с вертикальной рукой персонажа Которые позволяют быстро скипать именно горизонтальные секции Если вы скажете, что она выполняется довольно просто То есть небольшой момент Техническая часть Getting over it все равно состоит из невидимых пикселей Которые игрок может попросту не увидеть без практического присутствия Как вы думаете, где находится невидимый пиксель Который по идее должен отображаться в этой игре Но если вы за него зацепитесь молотом То полностью провалитесь А вот он где находится Да, это правда Шанс зацепить его процент в 50 Поэтому если ваш забег умрет именно здесь То это классика То что ж поделать, не все было отрисовано идеально Следующее я хотел бы рассмотреть секцию с камнями Где присутствуют страты, которые на миллисекунды позволят вам улучшить результат Но страты достаточно сложные В этой локации имеется две позиции В которых ты можешь спокойно застрять Быстрый выход из этих позиций Сейвит кучу времени Что же говорить о том, если вы в них полностью не попадете Но в данном случае Если возникает какой-то фейл Можно переждать и с минимальной силой прожатия мышки Выпрыгнуть обратно Я думаю здесь стоит ставить основной момент с гайда Бластболта Каким образом вообще стоит придерживаться условного паттерна скорости И как вообще двигается персонаж в Getting Over It Для этого существует определенный планшет Который может отображаться на экране Показывающий силу взаимодействия мышкой Во время прохождения игры Ну или вариант для самых слабых Это допустим Paint Я сейчас кстати не шучу Если хоть одно из этих отображений появляется на экране То вы можете отмерить силу только по этим критериям Притом попадать нужно чуть ли не в идеальный пиксель Для того чтобы сделать тот самый забег Который будет идти хотя бы меньше полутора минут То есть вместо того чтобы постоянно карабкаться в секции с камнями Вы можете переждать когда молот персонажа опустится немного ниже И с минимальной силой зацепиться за следующий объект Который выкинет тебя дальше То есть немного переждав Вы экономите больше времени Вообще довольно иронично Но страта то рабочая Возникает вопрос А есть ли в спидране Getting Over It штука под названием Run Killer Ну то есть условно говоря объект Который точно всегда заруинит вам забег Это палец торчащей стенки Который показывает о том что вы практически у финала игры Он обходится тремя разными способами по гайду Бластболта Во первых если вы идеально на него запрыгнете Ну что получается достаточно редко Но тем не менее Второе Если вы зацепитесь за указательный палец Пикселем молота и подпрыгните вверх Поскольку у объекта очень маленький хитбокс И зацепиться за него крайне сложно Третье В момент прыжка вам просто может не хватить скорости Для того чтобы чисто даже попробовать долететь до данного пальца Этот Run Killer располагается таким образом Чисто для страта с мировым рекордом Если у вас получится на него запрыгнуть с первого раза Это будет здорово Но это все довольно рискованно Но куда рискованнее делать прыжки по камням Которые рассматриваются в следующей секции Зацепляться за них нужно лишь в левой половине Так чтобы молот касался буквально краешком Дальше середины Ну условно говоря Если мы разобьем его на 100% метку То где-то у метки 55% ближе в левую сторону Вас игра подкинет к следующему камню И эту процентовку нужно продолжать поддерживать Вплоть до тех пор Пока вы не выберетесь с этой секцией Представьте что у вас есть примерно 5% шанс На 4 успешных прыжка подряд Как вы думаете? Какой шанс на то что вы это сделаете В полном забеге Который был выполнен с предыдущими стратами И который сейчас же метит на мировой рекорд А также существуют некоторые секции В getting over it Которые необходимо проходить быстро То есть необходимо буквально тапать мышкой Для того чтобы подлетать гораздо выше Например это секция с вышкой Быстрый мувмент это круто Любое замедление это плохо Поскольку хитбоксы у вышки достаточно мелкие Скорость отталкивания всегда будет единой То же самое как и ваш полет Единственное нужно будет прокрутить по дуге молот Для того чтобы улететь дальше И в принципе по самым сложным секциям с гайда Бласт болта мы с вами разобрались После этого можно спокойно двигаться до финала Самое главное не забывать отталкиваться От итоговой поверхности И получить в итоге мировой рекорд 59 секунд 885 миллисекунд От спидранера под ником Бласт болт Как вы поняли по большей части Getting over it это мувмент Но насколько он задроченный И насколько существует большой процентный шанс Провалить этот забег Это конечно жесть Я знаю что сейчас вышел что-то около сиквел Который каждый раз попадается мне в рекомендации Где спидранеры уже на секунды идут в плане побития мирового рекорда Но мне кажется было неплохо рассмотреть именно первую часть на этом фоне Поскольку если вы действительно посмотрите полную версию Можно действительно не понять Насколько важны координаты И реакция в данном забеге Ну а Бласт болту огромное спасибо за гигантский гайд А также за полное пояснение спидрана по этой игре Все ссылочки находятся в описании Надеюсь вам понравился этот видеоролик С вами был Спектр Не забывайте про лайки Подписывайтесь на канал Если вы тут впервые Больше спидранов находится в плейлисте Внизу слева на экране Играйте в хорошие игры Играйте с хорошими модами Услышимся Пока Субтитры сделал DimaTorzok